Не многие знают, но Орел это, пожалуй, единственный в мире город, в котором до сих пор существует такой вид транспорта, как гигантские орлы. Рейсы вылетают дважды в сутки, и вот новый Орел вылет через 15 минут, и пассажиры уже занимают свои посадочные места. Местное время полседьмого вечера, и я нахожусь в городе, пожалуй, с самым необычным названием Орел. Когда сейчас я нахожусь на углу Кулумбы, вот тут, где соприкасаются два бордюра, рядом с Орлом, это первая Кулумба, то есть вот Орел, идет вот Кулумба, и я стою на самом ее углу. И нахожусь здесь не случайно, именно с этого места в полседьмого вечера по московскому времени открывается вид на Орловскую шаурму, вон она вдалеке. Из любой другой точки и в любое другое время вы просто ее не увидите, так что вам нужно приехать в Орел, вот там весят огромные часы, ждете, пока будет полседьмого вечера по московскому времени, обязательно по московскому, встаете на вот этот уголок и смотрите налево, видите шаурму и идете туда. Чуть-чуть не доходя до палатки с шаурмой, есть автобусная остановка, которая совершает регулярные рейсы автобусные из Орла через Мсенс в Москву. То есть если вы хотите попробовать Орловскую шаурму и живете при этом в Москве, то можете в 5.30 или в 19.05 сесть на автобус и доехать сюда примерно за, ну, часов за 15. Вы доедете сюда и сможете опробовать местную Орловскую шаурму, как это, например, сделал я. Да это не просто шаурма, это южная шаурма, фастфуд предложение. Ну-ка посмотрим, что они нам тут предлагают. Шаурма классическая, шаурма с сыром. Есть даже вегетарианская шаурма и стоит всего 80 рублей. За 10 рублей можно добавить корейские морковки. На обычных шаурма, как бы, нифига не прикольно. Тут есть шаурма в лепешке. Давайте возьмем шаурму в лепешке с сыром. Или просто в лепешке. Смотрите, около шаурмы начинают собираться люди. Походу, Орловская шаурма пользуется популярностью. Еще бы вот такая огромная штука стоит всего 70 рублей. Будем надеяться, что она еще и вкусна. Чтобы в полной мере ощутить на себе вкус Орловского фастфуда, я отправился на самое, наверное, типичное место для шаурмы, на Орловский вокзал. И вот, собственно говоря, лепешка. Точнее, шаурма в лепешке, которая стоила 70 рублей. Это на 10 рублей дешевле, чем шаурма. Я не знаю, с чего это связано. Ведь по граммам здесь выходит полкило, а шаурма выходила 350 грамм. То есть это еще и выгоднее, еще и дешевле. Здесь куча всего, просто куча всего. Всякие мяса, соусы и все такое. И сейчас я на Орловском вокзале буду это пробовать. И если я не ослепну в ближайшие 10 минут, то все хорошо. На вкус, как типичная шаурма, но вкус лепешки добавляет какого-то колорита. То есть это блюдо, оно вкуснее, чем шаурма. Вот, чисто на мой взгляд, потому что лепешка вкуснее, чем лаваш. То есть немножко перебрали с капустой, но это все ничего по сравнению с поваром. Потому что повар здесь русский. Конкретно эту лепешку мне сделала славянская женщина. По крайней мере, она была на вид славянская. Паспорт не спрашивал. Но в любом случае, эта шаурма гораздо лучше, чем шаурма, сделанная волосатыми руками. Шаурма в лепешке, это для меня что-то новое. Я такого раньше никогда не пробовал. Это очень вкусно. И, по-моему, это единственный фастфуд, который находится в Орле. Ну или, по крайней мере, в окрестностях вокзала. Вот. Так что, если вы вдруг окажетесь в Орле, то прямо на выходе из вокзала, чуть направо, есть симпатичная такая палатка с южной шаурмой. Там работает славянская женщина. Она сделает вам чудесную шаурму. И всего с 10 рублей можно добавить туда корейскую морковку. И просто очень вкусно поесть. Но самое главное, делать это нужно на Орловском вокзале. Только так, я чувствую, вы сможете ощутить колорит южного фастфуда. Потому что, если есть его где-то дома или на лавочке, это не то. Он уже есть на вокзале. А если вы еще сможете здесь найти бомжа или спящую бездомную собаку, то вкус будет вдвойне вкуснее. В общем, вот такой получился Орловский быстропит. Счастливо! Орловский быстропит.